Соединенные Штаты Европы в Брюсселе представили план выживания после развода с Великобританией. На выбор пять вариантов развития событий. Как изменится Евросоюз после Брекзита, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Будущее Евросоюза в уменьшенном составе представил президент Еврокомиссии. Жан-Клод Юнкер выступил перед депутатами Европарламента. Он подготовил пять сценариев по выживанию ЕС после потери одного из главных игроков. С уходом в Великобританию Юнкер предлагает концепцию федералистского Европейского Союза. Ну что-то наподобие Соединенных Штатов Европы. То есть, по сути, предполагается еще больше сконцентрировать власть в Брюсселе. А это значит оставить еще меньше полномочий правительством в странах ЕС. Вот тогда-то Лондон точно вздохнет с облегчением и убедится, что решение покинуть Европу правильное. Еще до референдума в Британии настаивали на децентрализации. Возвращение власти из Брюсселя в столицы государств. Впрочем, Юнкер не будет настаивать на таком варианте развития событий. Он предусмотрел еще четыре сценария. Среди них и Европа двух скоростей. Президент Еврокомиссии предлагает тем странам, которые готовы углублять сотрудничество, так и действовать. А остальным не обязательно следовать их примеру. Этот план уже вызвал настороженность более бедных членов ЕС. Не получится ли, что главные европейские тяжеловесы Германии и Франции и вовсе перестанут прислушиваться к восточноевропейским государствам. Ну и среди вариантов Юнкера также оставить все, как есть сейчас, или сосредоточить политику исключительно на регулировании общего рынка. Все эти варианты будущего Евросоюза Юнкер представит на рассмотрении и лидерам стран ЕС на юбилейном 60-м саммите в Риме 25 марта. Кстати, британского премьера там не будет. Примерно в то же время Тереза Мэй планирует официально запустить процедуру выхода из Евросоюза. Впрочем, как и ожидалось, палки в колеса Брекзиту стали вставлять в палате лордов британского парламента. Пере собираются вернуть законопроект о Брекзите на доработку в Нижнюю палату. Не утвердят его, пока в документе не обеспечат права граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве. Тем самым подчеркивая, что моральная сторона вопроса так же важна, как и политическая. Известно, что правительство еще не решило, что делать с европейцами, находящимися в стране. Оставлять ли за ними право на проживание или же отправить по домам. А значит, дебаты в палате общин по этому поводу будут непростыми. Соответственно, задержится принятие закона, а с ним и выход из ЕС. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова